Очередной массовый поход к вершинам Кавказского хребта был посвящен 80-летию освобождения Кавказа в Великой Отечественной войне и поддержке специальной военной операции. В автопробеге с последующим восхождением к местам проведения ожесточенных боев на Клухорском перевале приняли более 50 человек. По пути следования патриоты остановились в поселке Орджоникидзовский у музея памятника защитникам перевалов Кавказа. На территории этого архитектурного комплекса находится братское захоронение останков бойцов Красной Армии, павших в боях за перевалы Кавказа. Минутой молчания, возложением венков и цветов к вечному огню участники автопробега почтили память советских солдат. Затем автоколонна под знаменами Победы, СССР, России и Карачаева-Черкесии последовала по маршруту до Клухорского перевала. Высокогорное восхождение к памятникам и обелискам защитникам вершин Кавказского хребта – это добрая традиция актива Зенчукского райкома партии, которую каждый год разделяет все больше и больше людей, неравнодушных к истории своей родины и ее героическим страницам. В этот раз к патриотической акции присоединились гости из Москвы, столичная семья Крижановских стала свидетелем и участником исторического события – закладки, капсулы памяти, адресованной в далекий еще 2025 год – год столетия Великой Победы. Мы приехали первый раз вообще на Северный Кавказ, абсолютно впечатлены красотой, это любовь на всю жизнь, я думаю, мы много раз сюда еще вернемся. И совершенно случайно сегодня попали на вот эту вот акцию по закладке капсулы. Я читал, и вот ребенок скоро будет по истории проходить, что здесь были тяжелейшие бои. Именно вот проезжали, когда сюда ехали памятник защитникам перевала Кавказа, поэтому очень рада, что на такое мероприятие попали, я думаю, дети тоже это запомнят. Очень нравится, очень красиво, я очень рада, что сюда поехала. Я бы еще хотела сюда вернуться со своими детьми, потому что это правда надо увидеть. Изумительная пейзажная красота Клухора только подчеркивает страшную картину хроники 80-летней давности. Артефакты и наглядное доказательство тяжелых событий до сих пор встречаются путникам по дороге к вершине перевала. Собранные предыдущими участниками восхождения разных годов они представляют собой часть экспозиции памятников и монументов, установленных в честь погибших здесь солдат Красной Армии. На 90% это подставка под миномет. Вот сделаны ребра жесткости, она более упругая и более легкая. Снизу соединяется еще дополнительный крепеж. Вообще они выпускались для этого литые, но таскать сюда литые, я думаю, слишком это. Поэтому думаю, что вот эта конструкция разработана специально для гор. Боевые действия на высоте требовали колоссальных ресурсов в организации снабжения. Требовалось подвозить боеприпасы, продовольствие и даже дрова по дорогам, по которым могли пройти только вьючные животные. Так в горах началась позиционная война. В начале сентября Красная Армия перешла к контратакам на Клухорском перевале. На долю советских солдат и командиров, оборонявших главный Кавказский хребет, выпали тяжелейшие испытания. При крайней нехватке оружия и боеприпасов им предстояло сдержать намного превосходящие силы противника. Мы не должны забыть прошедших этот ад солдат, врага, разивших меж камней. Под вечными снегами гордо спят герои тех небесных крепостей. Именно здесь, на Клухорском перевале, нашим бойцам противостояли свыше 10 тысяч солдат и офицеров вермахта, прошедших особую подготовку в Альпах. Они были обеспечены всем необходимым снаряжением для проведения боевых действий в условиях высокогорья. Рядом с памятным камнем в честь красноармейцев буквально в нескольких шагах от него стоит другой. Памятная доска на нем напоминает о солдатах вермахта, которые нашли свою смерть на отвесных скалах Клухора. Здесь же расположено кладбище, где они захоронены. Сюда время от времени приезжают их родственники из Германии и следят за состоянием могил. Тем временем идет активная работа по установке саркофага, куда по плану организаторов восхождения должны поместить капсулу времени и книгу «Помним имена героев». Кто-то размешивает строительную смесь из цемента и гравия, а кто-то несет подходящие по форме и величине камни для укладки стен камеры хранения. Параллельно участники восхождения по очереди оставляют свои подписи на историческом документе. Капсула памяти или времени – особый формат писем в будущее. Она воплощает в себе сразу две мечты человечества – возможность сохранить что-то важное на века и одновременно совершить символическое путешествие в будущее. Подобные капсулы позволяют узнать о ценностях прошлых лет и сохранить связь между поколениями. «Мой папа все время, уже несколько лет принимает участие активное в этих акциях. И сейчас, в этом году я тоже смогла присоединиться. Преемственность поколений чувствуется. В прошлую акцию принимал участие мой сын, он смог. То есть был и дед, и внук. И мы все поддерживаем наши КПРФ и поддерживаем память, передачу молодому поколению всех знаний и того опыта и тех тяжелых моментов, которые были во время Великой Отечественной войны. В наших горах это особенно хорошо можно прочувствовать на этих перевалах, когда не хватает воздуха, даже нам, простым людям, ходить здесь. Им приходилось здесь воевать, нести тяжелую технику, автоматы, вести за собой пушки. Мы видели, куда поднимались эти солдаты и что здесь происходило». Экспозицию из памятных досок на фасаде каменного гранита украсила еще одна, только что установленная участниками восхождения. Бережными, почти ласковыми движениями руки один из установщиков вытирает последние следы крепления, как бы явственнее подчеркивая ценность живой человеческой памяти. На последующем митинге у подножия Кавказских гор за активное участие в воспитании подрастающих поколений и содействие в проведении массовых патриотических акций участники восхождения были отмечены благодарственными письмами и грамотами, а также памятными медалями ЦК КПРФ. Гульнара Коломойцева и Светлана Дяченко, сотрудники Зеленчукского краеведческого музея, буквально на днях вернулись домой после выполнения волонтерской миссии в ДНР. Они были в Мариуполе, где выполняли гуманитарные задачи. Патриотизм исходит из сердца, там же, где горит любовь к родной земле, считают девушки. «Первое – это помогать людям, тем более тем, которые попали в сложную ситуацию. По поводу сказать Мариуполя, там, конечно, помощь нужна, требуется, и это не будет остановлено, это будет продолжаться на протяжении многого времени, наверное, поэтому есть в мыслях у нас, в планах поехать еще раз, потому что помощь эта нужна, и она как бы, ну вот, как сказать, даже, не знаю, очень благодарны люди, те, которые приходят, видят, что приезжают из России волонтеры, ну, и даже и не волонтеры, те, которые просто люди неравнодушные, жители России, приезжают, помогают. Это, конечно, неоценимый вклад, и это должно быть». «Не смогла остаться в стороне. Хотелось как-то помочь нашему фронту и тылу помочь. Мы вообще со Светой сначала специальной военной операции всегда участвовали в сборе гуманитарной помощи, в ее отправлении. Но когда появилась возможность, появилось время на это, как-то вот все сложилось, и мы поехали. Хотела своими глазами увидеть, поговорить с людьми, встретиться с ними, узнать, познакомиться вообще с населением. И действительно, очень-очень нужно, чтобы наши люди ехали и помогали. Просто добрым словом, добрым взглядом, неравнодушием своим каким-то, просто хорошим отношением, чтобы люди чувствовали, что они не одни, что они столкнулись с горем, страшным временем, на самом деле. То, что они пережили, это не описать словами, это бомбежки, это голод, это холод». Часть группы дошла до верхней седловины Клухорского перевала, где у обелиска минутой молчания они почтили память защитников Кавказских высот. «Бои шли с августа 1942 по октябрь 1943 года. Клухорский перевал являлся одним из перевалов, через который немцы пытались идти к бакинской нефти. Но защитники Кавказа не дали им, перевал Кавказа не дали им осуществить эти планы». О важности сохранения исторической памяти, о мужестве советских солдат из прошлого века и гордости за их современных потомков, которым пришлось возобновить борьбу с фашизмом, говорила лидер райкома партии Роза Чучаева. «Почет и вечная слава всем, кто в годы войны защищал родину от врага и принес свободу странам Европы. Почет и вечная слава всем тем, кто и сегодня ведет борьбу за свободу, независимость родины и борется с фашизмом, который накопил силы и снова пытается вторгнуться в нашу землю. Пришедшие власти на Украине, потомки предателей бендеровцев, при поддержке их западных покровителей вновь объявили войну нашей цивилизации. И вновь, чтобы выстоять в эти непростые времена, нам необходима сплоченность, сила духа, патриотизм. И сегодня, здесь на Клухорском перевале, высоко поднимая священное знамя победы, мы гордимся нашими ребятами, которые, рискуя жизнью, мужественно защищают интересы нашего государства на территории Донбасса. И именно это знамя будет направлено вместе с гуманитарным грузом на передовые позиции наших солдат». Действительно, красное знамя победы реет на высоте почти что в 3000 метров над уровнем моря. А кристальная голубизна осеннего неба только подчеркивает его ярко-алый цвет. Природную тишину нарушают лишь гитарные аккорды и припевы солдатских песен. «Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. А легкие наброски углем передают атмосферу и эмоции, которые вызывает окружающая красота горного пейзажа, где уже вот как 80 лет спокойствие вершин Кавказского хребта хранит тишина мирного неба над головой». Фатима Даурова, Гренат Мука, Вести, Карачаево, Черкесия.